Приветствую, меня зовут Александр Макушин, я занимаюсь портретной и пейзажной фотографией и вы находитесь на моем канале. У нас юбилейный 10 выпуск, поэтому есть повод взяться за что-то масштабное. Шучу. Сегодня снова буду показывать, как редактировать портретный снимок с нуля, попутно рассказывая о логике действий. Будет относительно быстрая обработка, так как я не буду заниматься частотным разложением и dodge and burn. Почему я не буду это делать? А потому, что модель воспользовалась услугами профессионального визажиста, который выровнял тон кожи и выделил светотеневой рисунок. По сути лучшего варианта для последующей обработки нам не найти. Если у вас есть возможность сотрудничать с визажистами, не стоит этот шанс упускать. При обработке экономится море времени. Если же вам интересна тема частотного разложения и отрисовки цвета теневого рисунка в фотошопе, ищите ролики на моем канале. Я рассказывал об этих техниках. Вот у нас есть такой снимок. Открываем его в любимом конвертере камеры RAW. Немного кадрируем для того, чтобы модель была в центре кадра. Вот таким образом. Заходим в коррекцию дисторсии и по умолчанию ставим вот эти галочки. Далее переходим во вкладку основное. Выбираем профиль камеры стандартный. Это основной профиль моей камеры. Он дает отличный контраст и цвет, хотя немного затемняет картинку, поэтому мы исправим это. Чуть-чуть повышаем экспозицию, снижаем контраст. Света и тени регулируем таким образом, чтобы у нас не было глубоких теней и пересветов. Все должно быть в балансе. Цветовую температуру я не трогаю. Мы можем обратить внимание, что баланс белый установлен в режиме как снято. Я настроил камеру таким образом, чтобы сразу получить наиболее приемлемый цвет. Я чуть-чуть повышаю четкость и увеличиваю красочность. Итак, первый шаг мы прошли. Открываем изображение. Создаем дубликат слоя, в котором я буду с помощью заплатки удалять небольшие неровности и недостатки на коже. Почему я использую заплатку? Многие фотографы активно используют восстанавливающую кисть, но на мой взгляд заплатка работает с текстурой позже более щадящей. Чтобы не утомлять, ускорюсь и дополнительно избавлюсь с помощью заплатки от пыли на одежде. Давайте остановимся и посмотрим, как у нас было до, как стало после. Сделаем изображение чуть-чуть более контрастным, используя корректирующий слой уровня. Создаем корректирующий слой уровня и просто сужаем диапазон светотеневых оттенков до, после. Я сказал о том, что не буду использовать Dodge & Burn, но здесь есть участки, которые я хотел немного осветлить. Поэтому мы создаем новый слой, выбираем режим мягкий свет, выбираем выполнить заливку нейтральным серым цветом и к этому слою применяем режим мягкий свет. Далее берем белую кисть, указываем непрозрачность от 1 до 10 процентов и проходим по тем участкам, которые нам необходимо сделать более светлыми. Остановились до, после. Давайте на этом же корректирующем слое усилим акцент на глазах. Просто проходим по бликам с помощью этой же белой кисти, по радужке глаза. Было? Стало. Кстати, обязательно посмотрите видео о работе с глазами. Сейчас появится всплывающая подсказка, а также я оставлю ссылку этого ролика в описании. Давайте посмотрим на нашу фотографию, после всех манипуляций объединим слои. Так было до, так стало после. Сейчас будет небольшой лайфхак, я покажу, как с помощью интересного приема сделать светлые участки кожи более выразительными. Опять же, без использования техники Dodge & Burn. Мы заходим в корректирующий слой, выбираем микширование каналов, далее выбираем целевой канал синий, кликаем вот эту слой маску. Далее, заходим в изображение, выбираем внешний канал, наложение обычный, окей, далее выбираем вот здесь режим яркость, кликаем иконку микширования каналов и смотрим как с помощью каналов мы усиливаем светлые участки кожи. Я думаю, результат должен быть вам виден. Так, после всех манипуляций, давайте посмотрим на наш итоговый результат. Так было до, так стало после. По-моему, отличный результат. Мы сохранили естественность, не использовали тонировки, плагины, частотное разложение и потратили суммарно на работу с этим снимком не больше 5-10 минут. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, а также моих уважаемых подписчиков, я сделал небольшой сюрприз. Сохранил ссылку на RAV файл из этой же серии в облаке. Смотрите описание ролика, качайте и редактируйте. Буду рад комментариям, лайкам, подписке и обратной связи. Все адреса на мои ресурсы, фотосервисы, инстаграм, я также разместил внизу. Спасибо вам за внимание и отклики. Увидимся в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова